Очередное 28 заседание городского совета собрало в актовом зале администрации города множество гостей, от представителей администрации, руководителей промышленных предприятий, социальных учреждений до рядовых горожан. Повышенный интерес общественности легко объясним. Перемены в системе управления городом случаются не каждый день. Напомним, что 24 мая на очередном заседании горсовета было принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского-Кузнецкого городского округа. С 29 мая по 12 июня было подано 5 заявок на участие в конкурсе. А 29 июня в областной администрации состоялся конкурс на отбор кандидатур на должность главы города. В качестве конкурсного задания кандидаты представили разработанную программу развития городского округа. Программа обязательно должна содержать. Первое – это оценку текущего социально-экономического состояния Ленинского-Кузнецкого городского округа. Описание основных социально-экономических проблем по округам. Комплекс предполагаемых кандидатов мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и решение основных проблем городского округа. Предполагаемую структуру администрации Ленинского-Кузнецкого округа и предполагаемые сроки реализации программы. В итоге из пяти прецедентов комиссия выбрала двух кандидатов на пост главы Ленинского-Кузнецкого городского округа. Михаила Вершинина, работа главным инженером УЕС ЖКУ, и Константина Тихонова, исполняющего обязанности главы городского округа. Сегодня оба представили свои концепции социально-экономического развития Ленинского-Кузнецкого. Михаил Вершинин основной упор в своей программе сделал на рост населения, модернизацию жилищно-коммунального комплекса, привлечение инструментов государственно-частного партнерства, снос аварийного жилья, развитие транспортной инфраструктуры. Исполняющий полномочия городского главы Константин Тихонов в числе приоритетов назвал создание комфортной городской среды, газификация городского округа и развитие промышленного комплекса путем ухода от монозависимости. Для решения этой проблемы необходима реализация мероприятий, направленных на повышение промышленного потенциала городского округа, которое будет достигаться путем реализации ряда инвестиционных проектов. Таким относится инвестиционный проект по строительству энерготехнологического комплекса по глубокой переработке угля с получением тепловой и электрической энергии из среднекемпературного конкурса. Инициатором проекта является ООО «Лонтар-2000». Общая сумма вложений – 4 миллиарда рублей за счет взаимных инвестиций. Предусматривается создание 160 новых рабочих мест. Необходимо развивать машиностроительный комплекс. Данное направление в округе также тесно связано с угольной промышленностью. Целесовозным считаю запуск таких проектов, как Организация производства по ремонту металлоконструкций на базе ООО «Сегдами». Общая сумма вложений – 310 миллионов рублей. Предусматривается создание 99 новых рабочих мест. Увеличение производства открыто в 2018 году завода по производству насосной станции высокого давления для обольной промышленности и металлургий на базе ООО «Сибэнергоресурс». А также организация и дальнейшее развитие технологичного производства на базе ООО «Трансмаш», которая на текущий момент занимается выпуском оборудования для обольной промышленности. Когда программы были представлены, депутаты смогли задать кандидатам вопросы. В итоге путем открытого голосования большинство голосов депутатского корпуса было отдано Константину Тихонову. 6 июля на открытой сессии Горсовета состоится принятие присяги и официальное вступление в должность главы городского округа. Галина Елена Васильевна, Лениск ТВ